В суде железнодорожного района начинаются слушания громкого дела. Убийство в мебельной мастерской, где подчиненный застрелил из охотничьего ружья своего 37-летнего начальника. На скамью подсудимых садится 34-летний хабаровчанин, арестованный на время следствия. Местом преступления стал небольшой мебельный цех на базе по улице Карла Маркса. Оно было совершено в начале февраля, но тело нашли значительно позже. Искать сына начала мать, проживавшая с ним на больничной улице. Мужчина, как обычно, уехал на работу и пропал. Внедорожник отыскался возле запертого цеха. Знакомые исчезнувшего горожанина уговорили арендатора смежной мастерской помочь им. Мы с его друзьями вскрыли окно и его искали. Мы все облазили, весь цех. Темно было уже, с фонариками облазили. Мы его не нашли. Буквально вчера кинологи пришли с собакой, нашли где-то его. Там холодно. Тело было спрятано в цехе под грудой тряпок и вещей. Причина смерти – два огнестрельных ранения в грудь. Убит был потерпевший из охотничьего ружья, который обвиняемый накануне принес в цех из дома для мелкого ремонта. Поссорились начальник и подчиненный из-за того, что руководитель остался недоволен результатом срочной работы, которую делал мастер. По версии следствия, 10 февраля 2022 года в помещении мебельного цеха, расположенного по улице Карла Маркса в городе Хабаровске, между его владельцем и работником возник конфликт. В ходе ссоры 34-летний мужчина произвел выстрел из имеющегося при нем гладкоствольного оружия в работодателя, который погиб на месте. После этого злоумышленник воспользовался его автомобилем и скрылся с места преступления. Ключи от внедорожника жертвы были найдены при помощи металлоискателя в месте, которое указал задержанный. Использование иномарки убитого следствие квалифицировало как самостоятельное преступление – угон. Ружье, которое мужчина владел на легальных основаниях, найдено при обыске на территории частного домовладения на улице Красный Яр. В убийстве фигуранта подозревали с самого начала, однако он отрицал свою причастность. Во всем мужчина признался лишь, когда следствие приперло его к стенке уликами. В 2004 году обвиняемый был судим за поджог, а на момент убийства являлся подозреваемым в краже строительного инструмента. Вину мужчина признал, по его словам, начальник имел привычку ему грубить, и в очередной раз он просто не стерпел унижения. С места происшествия Мария Дедова и Андрей Алферов.